Конечно, 25 было бы не сделать, потому что вдоль колокши там очень проблематично. Директор Рыбинской спортивной школы номер 4 Светлана Емелина в буквальном смысле сбежала из больницы. Она одна из тех, кто откликнулся на призыв о помощи в подготовке трассы Дземинского марафона. Несмотря на травму руки, женщина самостоятельно управляет снегоходом во время объезда дистанции, готова вместе с волонтерами взяться и за лопату. Из-за нехватки снега добровольцы вручную подсыпают в критические участки трассы. На стадионе в круглосуточном режиме работают снежные пушки. Более 6000 кубометров состава уже заготовлено на случай очередного потепления. На трассе, во-первых, идут работы. Отдельные участки в очень хорошем состоянии. На некоторых участках нужно провести дополнительную подсыпку снега, уплотнение. Но в целом динамика ее подготовки позволяет сделать вывод, что к проведению марафона она будет подготовлена в удовлетворительном состоянии. Марафон пройдет в три круга, по 15 километров каждый. Таким образом, золотая дистанция составит 45 километров. До главного старта трассе предстоит пройти экзамен комиссии Международной федерации лыжного спорта. Организаторы предупреждают, из-за малоснежной зимы покрытие будет хуже, чем в прошлые годы. Поэтому Оргкомитет просит спортсменов выбирать инвентарь среднего качества. Но участников крупнейшего марафона России, кажется, ничего не пугает. На сегодняшний момент зарегистрировано более 1700 человек. Это 23 страны, в том числе Россия. Это страны, я хочу сказать, Австралия, США, Канада, Япония, европейское большинство стран. Это 57 регионов России, это рекорд. Сейчас в Дюмино все работает в усиленном режиме. Не хватает только снега и рабочих рук. Была критичная обстановка буквально три дня назад. Сейчас как бы выправляется это все. Но если кому не безразлично, можете обратиться в спортивную школу. И мы объясним, как доехать и как. У нас есть автобус свой, мы можем достоять на автобусе. Вообще приглашаем. Сама программа соревнований изменилась. С 15 марта состоится основной 45-километровый марафон. Второй день соревнований, 16 марта, откроет традиционная изюминка Дюмина – детский бэби-марафон. Затем пройдут и юниорские гонки. Анастасия Жираевна, Светлана Израилева, Владимир Выдумлев. День в событиях Хривинск.